Всем привет! Мы к вам с очень интересными новостями по обновлению 9.1.5, релиз которого состоится совсем скоро. Недавно на тестовом сервере была добавлена приветственная памятка с описанием всех нововведений. И, к сожалению, они очень скудные. В основном нововведения касаются изменений в механике, балансе, дизайне и удаления некоторого контента на фоне скандала. Самым значимым из всего этого является добавление подземелья Легиона и башни магов в рамках режима путешествий во времени. Но мы с вами сегодня собрались не за этим. Появились некоторые факты, указывающие на то, что в обновлении 9.2 мы однозначно вернемся на Азерот, а именно в локацию Ледяная корона. Сначала давайте покажу вам, ради чего вы пришли. Обратите внимание на этот снимок. Как мы можем понять, это кадр из нового CGI-синематика от Blizzard, и насколько он правдив, неизвестно. Однако появился в сети он еще в начале мая, но никто толком на него не обратил внимания. Выполнена работа достаточно профессионально, в стиле прошлых CGI-синематиков. На нем мы видим некрополь, судя по внешнему виду, Малдроксийский, но он также может оказаться Акерусом или одним из некрополей остатков плети. Парит он над Нордсколом, а именно над Борейской тундрой. Об этом свидетельствует часть Незаснеженного берега и хижина Клыккаров. Справа от хижины виднеется небольшой островок, за которым начинается водная гладь с несколькими ледниками. Я специально слетал в Нордскол и нашел то самое место. Вот, сравните. Один в один. Как вы думаете, что делает Малдроксийский некрополь над Борейской тундрой? Скорее всего, это Зирикрис, корабль некролордов, который мы отвоевали у Килтузада, а затем Дрека привела его в утробу через портал. Не можем же мы просто запрыгнуть обратно в разлом, он находится слишком высоко. Поэтому герои Зирота вместе с чемпионами из разных кабинантов погрузятся на борт некрополей и полетят через пелену домой. Опять же, это объясняет, зачем Зирикрису уделено столько сюжетного времени. Сначала мы набирали на него команду, затем захватывали, а потом некролорды прилетели на нем в царство Зывала, и сейчас он по-прежнему висит там. Также интересно хижина клыкаров на берегу. Будет ли с северным народом связана какая-нибудь квестовая цепочка, или это просто декорация? Мне кажется, что слив все-таки настоящий, потому что явно виден почерк киношников, занимающихся синематиками в Близзард. К тому же, если бы какие-то поклонники хотели сделать вбросы и нагнать ажиотажа, то явно выбрали бы локацию поинтереснее, плюс поместили бы известного персонажа туда. Ну уж точно, не Борисскую мать ее тундру. Вот, примерно так выглядят фейковые вбросы от фанатов. Тем более, в последнее время из компании было уволено множество сотрудников, наверняка кто-то решил отомстить подобным способом и слить в сеть фотографию синематика. Напишите в комментариях все, что вы думаете об этой утечке. Примечательно и то, что примерно в том же месте находится храмовый город Энкила с парящим над ним некрополем. Однако он имеет совсем другой дизайн, а на слитом кадре некрополь Малдроксийский. Как я сказал, в сети этот слив появился довольно давно, но только на днях его снова начали обсуждать, ведь на тестовом сервере вместе с обновлением 9.1.5 в файлах игры появились изменения, связанные с Нордсколом. Как мне кажется, разработчики затеяли что-то интересное в Ледяной Короне, поскольку принялись обновлять текстуры карт-локации. Обычно такое делают, когда собираются добавить какие-то иконки на карту или обозначения важных целей, чтобы игрокам было легче ориентироваться. Самое интересное то, что помимо улучшения текстур самой карты, разработчики на время тестирования замазали на ней все близлежащие постройки – Цитадель Ледяной Короны и Собор Тьмы, в котором Тирион пронзил вырезанное сердце Артаса. Это может говорить нам о многом. Скорее всего, Близзард внесли очень значимые изменения в дизайн Цитадели Короля Лича, поэтому во избежание сливов на время замазали ее, в то время как текстуры сливов почвы все-таки были доработаны и выложены вожди качестве. Более того, такие же изменения коснулись единственного подземелья в этом месте – залов отражений. Мини-карта личных покоев Артаса была слегка обновлена. Близзард что-то готовит для нас, и скорее всего в обновлении 9.2 мы все-таки вернемся на Азерот через разлом, открытый как раз-таки над Ледяной Короной, и здесь развернется новый сюжет. Сначала интересные кадры CJ-синематика в Нордсколе, затем обновление мини-карты и какие-то манипуляции залами отражений. Что же это может значить? Скорее всего, разработчики готовят почву для возвращения Артаса, а вторжение завала в наш мир начнется именно с Цитадели Короля Лича. Но знаете, у меня есть одна интересная мысль. Если вы смотрели наш прошлый ролик, то помните, как мы предположили, что таинственная гробница предвечных может располагаться не в темных землях, а на Азероте, и на это намекает несколько весомых фактов. Посмотрите этот ролик по подсказке выше или по ссылке в описании, если не видели. Так вот, почему Звал приказал Повелителю Мертвых разместить свою Цитадель именно в этом месте? Натризимы также надоумили на это Килджедона. Затем Король Лич начал проводить археологические раскопки в Ледяной Короне с целью добычи Саранита для нужд своей армии. Однако, был ли Саранит основной его целью? Можно заметить, что плеть пыталась прорубиться вглубь, словно пыталась докопаться до чего-то конкретного. Также под Цитаделью есть огромная расселина, куда Артас бросил свое вырезанное сердце в прошлом, где обитало множество безликих средин рубианских руин, которые также искали что-то в этом месте. Даже Титаны расположили в Нордсколе множество своих лабораторий и крепостей, уходящих далеко в земные недра. Что, если на самом деле Гробница Предвечных находится ровно под Северным Материком? Это бы очень хорошо объяснило, почему именно здесь была построена крепость Короля Лича и почему все, кому не лень, ведут раскопки в снегах. Что же касается залов отражений? Либо в них будет сценарий со флэшбэками, либо что-то новое и важное. Мне всегда было интересно, почему рядом со своими покоями Артас строил огроменный некрополь. Наверняка вы тоже обращали внимание на несколько подъемников для рабочих плети, а под некрополем бескрайняя бездна, в которую можно падать бесконечно. Опять же, почему Король Лич вел какие-то раскопки в самой близости со своими владениями, куда никто не мог войти. Возможно, это и есть путь до Гробницы Предвечных. Если бы все сложилось в пользу Зевала, то после уничтожения героев Король Лич бы завершил раскопки Гробницы, а затем разорвал бы корону и привел Повелителя Утробы в наш мир, и, войдя в разлом между реальностями, Зевал оказался бы прямо в том самом месте, где находится Склеп Предвечных. Как по мне, это самый логичный вариант. Напишите в комментариях все, что вы думаете насчет Слива, а также насчет обновления карты Нордсколы и Залов отражений. На сегодня закругляемся. Если вам понравился ролик, подписывайтесь на канал и поддерживайте ролик лайком. Всем большое спасибо за просмотр, до новых встреч, друзья!